Здравствуйте, с вами программа Расклады, я Дмитрий Коган, и тут мы говорим о главных событиях и процессах Харьковской области. Национальное агентство по противодействию коррупции рассказали о подробностях проверки декларации Алексея Кучера. Напомним, что инициировали проверку в НАПК еще в июле, после громкого скандала с квартирой нынешнего главы Хага, которой он пользуется. Оказалось, что Кучер вместе со своей семьей проживает в квартире элитного жилого комплекса с панорамным видом на центр Харькова и парк Горького. Но самое интересное, что эта квартира принадлежит некому Кириллу Шалимову, который, согласно открытым базам данных, не имеет никакого бизнеса и, более того, фигурирует в базе миротворец за свои сепаратистские высказывания. К слову, в ответ на вопрос о Шалимове Кучер заявил, что лично не знаком с этим человеком, но одновременно с этим встал на его защиту. Мол, нельзя называть человека сепаратистом, если нет решения суда. Тем не менее, Алексей Кучер абсолютно спокойно вешает ответственность за трагедию с падением Ан-26 на диспетчеров и рассказывает о том, какую из версий необходимо следствию рассматривать, хайпуя перед журналистами на теме трагедии, в которой погибли люди. А теперь о менее серьезных вещах. Кажется, в офисе президента нашли возможность оправдать то, что большинство объектов большого строительства лишь завершение стройки, которая на момент прихода их команды и так была почти закончена. В команде Зеленского решили начать проект «Большая реставрация», которая может стать связующим звеном между заявленным масштабом большой стройки и реальностью. Ведь раньше как было? Люди не очень верили, что достроенную крышу над почти построенным детским садиком можно назвать большим строительством. Местные жители ведь знают, кто этот проект в Харьковской области инициировал и довел бы до конца, если б не смена руководства. А теперь можно спокойно сказать, что это большая реставрация и уже как-то все выглядит логичнее. С вами был Дмитрий Коган. Увидимся!